ПЛАЗМА Здравствуйте, Екатерина! Поздравляю вас со всей дружой с днём рождения! Но всё-таки расскажите нам, как снимался фильм ПЛАЗМА? Ой, спасибо тебе огромное за поздравление! Фильм ПЛАЗМА – это короткометражный фильм сейчас и некая презентация полнометражного фильма, который в будущем мы хотим создать. Я, как исполнительница главной роли и продюсер этого фильма, хочу показать, что людям интересны какие-то необычные вещи в нашей жизни. Вот не знаю, ты знаешь фильм «Электроник»? «Электроник» – что-то похожее слышала. Вот, «Человек-амфибия». Ну, я говорю, что я что-то похожее слышала, но это неуверенно то, что я это смотрела. Я тебе скажу, что объединяет эти фильмы, объединяет их то, что там человек, не совсем человек, а иное существо из другого мира. И вот в нашем фильме ПЛАЗМА – то же самое. Наша героиня, она существо из другого мира. Мне кажется, всегда это интересно смотреть людям, задумываться о Вселенной, о жизни. У нас приключения, и сегодня мы его покажем. И я надеюсь, что вы увидите скоро этот фильм в кинотеатрах. Звучит это довольно интересно. Даже самое название, оно интересное. А как ты думаешь, почему ПЛАЗМА? ПЛАЗМА. Ассоциации какие ПЛАЗМА? Ассоциации что-то с пазлом связанное. Ну да. Это огонь, скажем так. И это существо из мира разумной ПЛАЗМА. И она как раз-таки внутри состоит вся из такой огненной сферы. И она заложница в этом мире. И все ее используют люди во имя своей власти. И только молодой студент, который действительно ее полюбил, хочет ее отпустить. Все хотят ее прижать, знаешь, как использовать в корыстных целях. У нас вот так в жизни бывает, да? Все хотят что-то заполучить. А он ее хочет отпустить. Екатерина, а кто снимался в фильме? Ну вот я исполнительница главной роли. У нас Иван Охлобыстин, главный злодей. Также у нас снимался Сергей Черков, Александр Головин, Татьяна Рябинец. И такая молодая ведущая, которая тоже вела эту программу, Анастасия Годунова. Мы рекомендуем сейчас не рассказывать все тайны. У нас еще очень много таких планируется звезд. Они, кстати, присутствуют на моем дне рождения. Но в полном метре состав может поменяться. Еще у нас снимался народный артист Эмманула Виторган и Светлана Тома. Но, к сожалению, мир кино – это продюсерское кино. И большие инвесторы, большие продюсеры будут говорить дальнейший исход. Какие актеры останутся, какие нет. Спасибо за ответ. Было очень интересно. И это правда. Расскажите, как вы снимали этот фильм и как вы над ним работали? Работа шла плодотворная, очень долгая. Мы очень долго выбирали артистов. Но потом, когда у нас согласился прекрасный наш Ахлобыстин Иван, с ним мы, в принципе, сразу абсолютно определились. Мне было легко с ними со всеми работать. Сложность была только в том, что было очень мало времени. Ваня сложно снимать в ограниченном по количеству съемочного периода времени и подготовке. То есть мы как с корабля на бал. Поэтому были сложности только там технические. С актерами мне работалось прекрасно. Екатерина – потрясающая артистка. А Ваня, ну, как бы что говорить, он легок на подъем, спокойно принимает все предложения режиссера, несмотря на свою звездность достаточно. Ну, то есть, вот, собственно, все было отлично. Отлично сняли. Сегодня увидите. Эх, как же жалко, что я не была на съемке этого фильма. Кажется, там было очень интересно и весело. Это правда? Весело тоже было, но было сложно. Какой фильм вам принес популярность? Сериал «Счастливый вместе» был такой на канале ТНТ. Вот, с него все началось, можно сказать так. А на самом деле началось все с мамы. Так что хочу, Катюш, еще маму Ирочку твою поздравить от всей души. Она с папой сделала тебя с большой любовью. Ирочка, привет тебе огромное и спасибо тебе за Катюшу. Сегодня у нас будет представлен фильм «Плазма», который Катя спродюсировала, в котором Катя сыграла и главную роль, в котором Катя показала все свои навыки, не только актерские, но еще и физической формы. Мне кажется, у нее это очень круто получается, это абсолютно ее сильная сторона. Я хочу сказать, что мы познакомились с Катей много-много лет назад на проекте «Счастливый конец», где Екатерина, собственно, показывала, как она умеет хорошо драться, что сегодня она покажет нам на экране, и умеет это делать талантливо, еще и по-актерски. Поэтому мы ждем премьеры фильма «Плазма». И очень-очень, потому что то, что вы рассказали, и правда захватывает. Наталья, а вот вы участвовали в фильме «Плазма»? Нет, к сожалению, Катя не нашла для меня там роли, но мы с ней так давно дружим, и у нас такая большая любовь, что я думаю, что «Плазма» наша, она есть без этого фильма. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились и как вы относитесь к этому фильму? Ну, я не могу пока никак относиться к фильму, потому что я его не смотрела и не знаю, о чем он, но когда я посмотрю, я сделаю свою оценку, но я думаю, что все, к чему прикасается Катя, оно все яркое, красивое и со смыслом. А как мы познакомились? Ты знаешь, это было так давно, что мне кажется, это было на кинофестивале, где-то здесь, на Пушкинской, где мы дефилировали красиво по красной дорожке, и две такие яркие личности притянулись друг к другу. Расскажите, пожалуйста, что вы ожидаете от просмотра фильма «Плазма»? Ну, вообще у меня большие ожидания, потому что Катя очень талантливый человек, у нее есть необыкновенная способность сплачивать вокруг себя таких же талантливых, таких же харизматичных личностей, поэтому, конечно, мне кажется, это будет, ну, как минимум талантливо, запоминающееся и очень интересно. Главное качество, ну, это обязательно должно быть терпение и желание, и способность расти и развиваться. Спасибо за ответ. А что вы ожидаете от этого фильма? Какие впечатления? От фильма? Да. Так я его еще не видела. Но какие вы ожидаете впечатления? Ожидания какие? Ну, пока просто любопытство, я хочу посмотреть на Катю, как бы как, тем более, снимала моя подруга режиссер, а главные роли у Кати, то есть, как, что сотворили мои подруги, мне интересно посмотреть. Ну, первое, они сотворили что-то прекрасное, это уж точно, а второе, поздравление Кате с днем рождения. Знала Катю как актрису, а теперь я каждый день познаю ее как удивительного человека, душевного, отзывчивого и талантливого поэтессу, просто такая многогранная, чудесная Катя. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Что нужно фильму, чтобы он стал известным? Ну, во-первых, актеры, на которые делается ставка, то есть это должны быть медийные лица, которых узнает зритель. Во-вторых, это должен быть интересный сюжет, который будет интересно смотреть, близкий зрителю, опять же, и который будет лихо закручен. Сейчас сюжеты очень стали сложны, сложный состав сюжета, то есть простые сюжеты уже не работают. И красивая визуальная картинка, может быть, операторская работа классная. Расскажи, пожалуйста, о участии в этом фильме. В фильме Кати Маделинской как раз сегодня премьера этого короткометражного фильма. Я надеюсь, что это будет просто взрыв, в прямом смысле слова. Катя вложила всю душу и всю свою энергию, всю свою безумную энергию в этот фильм, в эту работу. И я надеюсь, что сегодня мы ее увидим и будут все счастливы и довольны. Тем более сегодня такой прекрасный вечер, ее день рождения. И я хочу пожелать ей всего самого наилучшего развития в своей театральной, актерской сфере, в своей деятельности. Ну и самопознание дальше. И, возможно, пробую себя в каком-то новом аплуа. И также продолжать писать, потому что Катя у нас еще и поэт. Она выпустила свою книгу. Я надеюсь, что скоро мы еще увидим и прочитаем новую книгу от Кати Маделинской с ее мыслями и идеями. Как стать артистом? Артистом стать очень легко, если у тебя есть к этому желание. Самое главное – иметь желание. Остальное все можно приобрести. Ну а теперь пожелание Кати с днем рождения. Катя, я знаю Катю очень давно, поэтому я ее поздравил очень оригинально. Она знает как, вот, и для нее это очень важно и ценно, потому что, вот, кстати, к слову про желание. Катя очень упертый и вперед идущий человек, что очень похвально. И меня, как человека сильного тоже внутри, я всегда приветствую людей, которые стремятся вперед, несмотря ни на что. Вот Катя тот человек, который идет на пролом. Учитывая, что у нее были все какие-то сложные препятствия в жизни, несмотря на это, ее не ломает ни одна ситуация вокруг, которая складывается плачевно. Она просто переваривает это быстро и идет вперед. Вот, поэтому я желаю, чтобы Катя шла с таким же напором вперед и делала свои крутые проекты. Happy birthday! Happy birthday, Катя! Кино — это прекрасно. Я сама это знаю по своему опыту. Так что какое-то кино может научить тебя чему-то в жизни. Так что кино — это правда круто. И всем желаю, если ты в нем занимаешься, желаю тебе успеха. И чтобы ты продолжал и шел только вперед. Чего молчишь-то? Я жду приказа хозяина. Так я вроде уже приказа выполняю. И когда пустое слово О дружине в руках любого То разумом все хочет объяснить Близко, так сон, шедшим близко от меня Я чувствую твой пульс, твое дыхание. Близко, так что кружится голова, Но никогда, но никогда, но никогда. Никогда всего лишь слово Сердцу не понять такого Чувствовать ему не запретить. Никогда пустое слово Оружием в руках любого То разумом все хочет объяснить Никогда Сердцу не понять такого Чувствовать ему не запретить. Ну что ж, на этом мы заканчиваем. До новых встреч в эфире. С вами была я, Василиса. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok